Озеленение города. Казахмыс Мелтинг провел очередную экологическую акцию. Всемирный день хлеба. У одного из самых популярных продуктов в мире есть свой праздник, который отмечается 16 октября. Казахмыс Мелтинг провел очередную экологическую акцию. На площади Жастар за Дворцом культуры имени Хамзина стартовал осенний этап озеленения в рамках реализации природоохранных мероприятий. Участие в ней приняли операционный директор, директор БМЗ Аким города, Департамент экологии по Карагандинской области и работники цехов. Этой осенью металлурги планируют высадить 1650 саженцев. Санитарно-защитная зона, которая имеется у Казахмыс Мелтинга, она не приспособлена для высадки деревьев, так как застроена промышленными производственными зданиями. Поэтому мы нашли другое решение. Мы занимаемся высадкой деревьев на участках города. И хочется отметить, что отрадно, что металлурги являются не просто свидетелями, а действительно основными участниками обустройства зеленых уголков на территории города. Так, на территории площади Жастарно этот раз общими усилиями было высажено 1600 саженцев, сосны и яблони, привезенные из Кукшетау и Астаны. Городообразующим предприятием Балхашского региона ТО «Казахмыс Мелтинг» совместно с Акиматом города в этом году запланирована высадка 3750 деревьев. За дальнейшим содержанием и уходом зелёных насаждений на территории Балхаша рассказал глава города. Оставшийся тёплого времени года будет принудительный полив. Это водовоз и зеленстроя, и водовоз нашего коммунального предприятия Балхарсу будет осуществлять принудительный полив. Со следующего года уже полив полностью по парку запустим. То есть не только вот эти высаженные деревья будут поливаться, но и другие. Высадка деревьев металлургами будет продолжаться до конца октября этого года. В Центральном парке высадят ещё 590 саженцев сирени и карыгача. У одного из самых популярных продуктов в мире есть свой праздник, который отмечается 16 октября. Балхасский хлебозавод в день выпускает около 10 тонн хлеба. Также есть разные виды хлебобулочных изделий. Завод стремится учитывать тенденции, которые нацелены на правильное питание. У нас в планах модернизация технологии. Скоро мы запустим производство итальянский хлеб «Чабата». Он выпекается с использованием закваски, дрожжей и оливкового масла. Особенностью этого хлеба является хрустящая корочка и мякоть с крупной неравномерно распределённой пористостью. Наши технологи прошли специальный мастер-класс, ездив в Италию. Также будем запускать производство бездрожжевого хлеба. 70% производимой продукции здесь составляет белый хлеб. Остальная часть – это чёрный и хлеб с добавлениями зёрен. Персонал работает в четыре смены по 15-20 человек. Одел занятости и социальных программ оказывает государственную услугу оформления документов на оказание социальных услуг в условиях на дому. Она представляется с марта 2015 года детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. Инвалидам первой и второй групп – лицам, не способным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом. Подать заявку и получить результат можно на веб-портале электронного правительства. Услугополучатель предоставляет следующие документы – заявления по форме, согласно правилам, документы, удостоверяющие личность услугополучателя с наречием и медицинская карта по форме, согласно правилам, для детей – копия заключения по МПК. За справками и разъяснениями обращаться в ГУ отдел занятости и социальных программ города Балхаш, расположенного по адресу улица Вальханова, 5, кабинет 8, 12, телефон 7, 79, 62, 4, 87, 73. Время работы с 9 до 18.30 и обеденный перерыв с часу до полтретьего. В отделе занятости и социальных программ функционируют три отделения социальной помощи на дому, одно из которых предназначено для оказания социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки 130 детей с ограниченными возможностями и лицам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. Их обслуживают 20 социальных работников. Оставшиеся 29 присматривают за 233 престарелыми и людьми с ограниченными возможностями. Работаю ГУУ отдел занятости и социальных программ города Балхаша с 2003 года социальным работником. У меня образование медицинское, у меня 8 подопечных. Мы обслуживаем одиноких престарелых на дому. У каждого свой график. И мы по этому графику, у нас там у каждого свое время выделено. И мы вот ходим по графику два раза в неделю. Если упали, например, бывает всякое, вот, например, лежачие, они же не могут выходить, там, не могут дверь открыть. Если заболели, там первым делом нам, социальным работникам звонят. И мы тут же там вызываем скорую, если понадобится МЧС. И уже по этим, по ходу этого, дальше идет наша работа. 24 на 7, у нас телефон рядом. Согласно стандарта, социальными работниками предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, педагогические, психологические, культурные, экологические и правовые услуги не менее двух раз в неделю. За этой семьей Нуржизым присматривает пятый год. Для них она уже как член семьи. Хорошая, исполнительная. Два раза в неделю приходит. Убирается, все меряет. Давление, сахар. Памперсы меняет. Уборка. Кормит. Ну и по мелочи там, по хозяйству. Может постирать. Все обязанности свои выполняет. Претензий нет. В субботу, 15 октября, в поликлинике номер два пройдет день открытых дверей. Специалисты приглашают для получения бесплатной консультации детей и взрослых с инвалидностью всех групп и одиноко проживающих пожилых лиц. График дежурств в день открытых дверей детский кардиолог с 9 до 12, невропатолог с 9 до 12 и офтальмолог также с 9 утра до 12 часов. Также в поликлинике номер один 15 октября пройдет день открытых дверей на тему профилактики рака молочной железы. Прикрепленное население сможет получить консультацию участкового врача, врача общей практики, пройти маммографию, сделать УЗИ молочных желез, посетить кабинет акушер-гинеколога. Результатов маммографии сразу не будет. Их должны прочитать два независимых рентгенолога, то есть это две читки сначала будут. И после того, если результаты какие-то что-то найдем, то естественно сообщим пациенту по телефону. Если норма, соответственно звонить никому не будем. Запись о том, что человек проходил маммографию, мы будем оставлять в электронных паспортных системах. Это на электронном паспорте здоровья. Стартовал прием заявок на грант Акима Карагандинской области. Балхасские спортсмены вернулись с победой. В Балхаше прошла ярмарка вакансий. Эти и другие новости недели смотрите в рубрике Дайджест. Прием на грант Акима области. Стартовал прием заявок на грант Акима Карагандинской области. Заявки по предоставлению грантов на развитие и поддержку молодежного предпринимательства принимаются до 7 ноября. На участие приглашаются начинающие или действующие предприниматели в возрасте от 18 до 28 лет. Победителям конкурса будет предоставлен грант до 2 миллионов тенге. Общая сумма выделенных средств составляет 100 миллионов тенге. Заявки, представленные после истечения срока приема документов, не принимаются. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в офис по адресу город Караганда, улица Лиханова, 4. Вернулись с победой. Балхазские спортсмены вернулись с победой. Гаухар Сайлаубек стала чемпионкой мира по кикбоксингу в турнире, который прошел в Италии. Также призовых мест удостоились Адиль Муратов и Нурсултан Сатиев. Останавливаться на достигнутом смартфены не собираются. Впереди ждут новые соревнования как республиканского, так и международного уровня. Ярмарка вакансий. Работу всем. В Балхаже прошла ярмарка вакансий. Безработным жителям предоставили около 400 свободных вакансий. В ней приняли участие представители государственных и частных организаций. Ярмарку посетили около 70 безработных жителей города. Из них 7 человек были трудоустроены. Двое направлены на общественную работу. Один человек на молодежную практику. 10 человек были направлены на собеседование. Послание президента для молодежи. Балхарская молодежь обсудила послание президента. В молодежном ресурсном центре прошла встреча со студентами. Секретарь городского масляхата и специалист Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Балхаша разъяснили основные моменты послания, которые озвучил глава государства. В документе Касанжумар Тукаев подчеркнул, что потенциал молодежи нужно развивать. Он поручил принять ряд мер по повышению молодежной занятости и прежде всего молодежного предпринимательства.